Команда Юня один из самых известных женских футбольных коллективов региона. Сейчас в клубе занимается уже несколько десятков девчонок. У основного состава команды есть опыт выступления в пляжном футболе. Именно так и возникла идея приобщить к этому интересному виду спорта подрастающее поколение. Мы считаем, что девушки совсем не хуже парней. Вы в этом убедились, они могут играть, могут соперничать. Может где-то и уступают, но это все дело времени, дело техники. Думаю, тренер научит. Новый вариант любимой игры пришелся по вкусу молодым игрокам команды. Даже несмотря на то, что противостояли девчонкам воспитанники сильнейших футбольных школ города. Сражения юных футболисток и футболистов на раскаленном песке получились по-настоящему жаркими. Мне кажется, это очень классно. Мне больше даже немножко на песке нравится. Лето бы это очень весело, это прекрасный вид спорта, именно пляжный футбол. Не сложнее играть на песке? Да, конечно, ноги накачиваются еще сильнее, чем в зале, когда мы бегаем. Это очень круто. Этот турнир – лишь часть большой программы развития спорта, которая сейчас реализуется на пляже. Причем работа ведется сразу в нескольких направлениях. Обновленный спортивно-развлекательный комплекс уже стал местом проведения одного из этапов Кубка ЦФО по пляжному волейболу и областной волейбольной любительской лиги. А несколько дней назад здесь прошел первый в истории брянского спорта турнир по смешанным единоборствам «Стрелка». Инфраструктура строилась вокруг волейбола, поэтому пять волейбольных площадок, оборудованных по последнему слову современного спорта. Площадка воркаута, которая, с одной стороны, будет дополнять волейбольные площадки, потому что для спортсменов очень важно, после того, как они позанимаются выматывающими аэробными нагрузками, дать еще и силовую нагрузку. Футбольное поле, на котором мы сейчас находимся, на котором сегодня проходит соревнование, участвует около 60 детей. Соревнование проводится впервые, ищем энтузиастов, чтобы подтягивали сюда людей, спортсменов, футболистов, всех желающих, чтобы площадка была заполнена всегда. Для нас это важно, для меня важно, чтобы молодежь сидела не за компьютерами, вечерами не было сил на пьянке ходить, ну и от безделия просто притащить сюда, чтобы они развивались, чтобы они занимались спортом. Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.